Друзья, всем привет! Наконец-то я вернулся уже с Тайванда, загоревший, отдохнувший, бодр, ну в общем, как и всегда. И даже немножко соскучился по своей машинке, она немножко грязная, и немножко с ней не так, как хотелось бы. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Сейчас, ребят, всё по порядку. Когда я уезжал, я снимал аккумулятор, так что мы сейчас одеваем аккумулятор, будем пробовать запускать. А с запуском у неё серьёзные проблемы возникли, и не только с запуском. Так что, ребят, в этой серии будем разбираться как с технической частью. Так, поговорим о втором проекте. Вы меня часто спрашиваете, Абрам, ну когда, когда второй проект будет? Займёмся до конца уже внешкой, так что будет интересно. Погнали! Ну что, ребят, ключевой момент. Исходная позиция. Машина стояла две недели. Ну, завелась она ещё более-менее. Ребят, загорелся чек. Когда мы прошивали машину... Всё, тихо, нахуй. Когда мы прошивали машину, мне мастер уже, кто прошивал, говорит, Денчик, он же подсоединял свой компьютер, диагностировал всю машину. У тебя, говорит, датчик кислородный, уже всё. Хоть чек и не горел, но, говорит, он же мёртвый. И датчик коленвала. Два датчика, говорит, всё, они уже, говорит, мёртвые, их надо менять. Я говорю, ну ладно, надо, так надо, заменим. Потом зашили мне всё, я поездил нормально всё, и загорелся этот дебильный чек. Во-первых, повышенный расход. Во-вторых, машина, когда едешь, ну она фигово едет, практически даже глохнет. Приходится педаль газа бросать, заново нажимать газ. Ну и, конечно же, я заказал уже запчасти. Во-первых, свечи хочу поменять. Они у меня уже лежали очень-очень давно. Самые простые ладовские, мне кажется, для Гранты подойдут просто... Ну, в шифонере лежали, я думаю, пусть лучше такие новые стоят, чем непонятно какие там. Ну и два датчика. Это вот кислородный датчик массового расхода воздуха. Вот он он. Вот такая вот байда. Из-за этого машина работает не так, как должна. Из-за этого повышенный расход может быть. А сейчас он меня показывает в районе 15-ти аж на литров. И вот этот датчик коленвала. Его очень тяжело подлезть. Данный видеоролик выполнен по поддержке компании 1XB, где самые большие коэффициенты и быстрые выплаты. Если ты перейдешь по ссылке в закрепленных комментариях, то получишь 6500 рублей на первый депозит. Переходи, регистрируйся и получай крутые бонусы. Поедем на станцию уже в Татачи. Подсоединим еще сканер. Еще раз посмотрим ошибки. Потом все это дело поменяем. Сбросим ошибки через компьютер, через чек. Ну и потом уже посмотрим. Я думаю, все должно быть отлично быть. Это первая задача. Вторая задача. Вы мне часто пишите, Абрам, дворники нахера так задрал. Нахера дебил задрал так дворники, вы мне часто пишите. Ну не знаю, Денчик гореустановщик. Я думал, типа зимний вариант, чтобы тут не налить будет. Ну короче, нам эти дворники надо опустить. Это сделаем. По заднице у нас еще и возникли вопросы. Вы помните, у нас здесь хромированная часть осталась. Здесь осталась Гранта, там Лада с той стороны хромированная. Вот это мы, наверное, вообще отлепим, ничего не будет. Этот значок мы в черный, скорее всего, дунем. Ну и сейчас ездим на мойку, помоем, вы сами понимаете. И выдвигаемся на сервис. Ну и часто вы меня спрашиваете, Денчик, где берешь запчасти? Ну пацаны, уже пора запомнить, что все запчасти на отечественные. Лада, Приора, там без разницы. Короче, все на наши тачки. Рассмотр, магазин, просто есть все. Есть как и тюнингованные запчасти, так и стоковые, просто чтобы отремонтировать свою ласточку. Почему я там заказываю? Обширный выбор, самые низкие практически цены. А если ты укажешь промокод АБРАМ, 7% еще скидка. Вот это нормальный подгончик. Так что ссылка в описании. Компания Рессмотр делает вещи. Ребята, у нас уже наступила жесткая зима, пока я грел свои кости в Таиланде. Везде кругом суглоба. Еще один недочет. Это концевик на двери собака падла. То ли отошел, то ли сломался. Короче, дверь еще постоянно мигает, что открыта, хотя она закрыта. Ну и сейчас, пацаны, я включу режим БРАМБУСа, потому что надо, надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Говорят, у них частая беда, что датчики вот эти летят у них. Но ничего страшного. Самое главное, что датчики куплены, заменим. Я думаю, будет все хорошо. Ну а так динамика стала лучше с прошивкой, с выхлопом. Тихо-тихо-тихо-тихо, Денчик. Тихо-тихо, молодой. Куда собрался? Полевой черт. Полицейский разворот. Ага, чуть поребрик, Денчик, не въехал. Это тебе не Марк 2, чтобы бочком можно было. Сейчас такое, еда уверенно. Забыл, что я нахожусь уже не в Таиланде. Там-то тонировка в круг разрешена. Там каждая машина в круг тонированная. Денчик такой едет, песенки поет. Но нет, пацаны. Уже в России уже нельзя. Так что, кто не смотрел еще мои выпуски, влоговые из Таиланда. Там очень весело, очень интересно. Ни одной нету машины не тонированной. Все в глухом тонере. По девчонкам ходишь там, ля-ля-па-ля. Ты что, хью, блядь? Во-во-во, хорошо, хорошо, подожди. Мне вообще похуй. My friend, no criminal. Слышь, дрищ, давай еду. No. Ссылка в описании, лайв-канал. Кто не знал, есть лайв-канал. Переходите, смотрите, там уже много выпусков. Кстати, еще забыл ответить на самые распространенные популярные ответы по прошлому выпуску. Многие писали, Денчик, почему у тебя выхлоп идет с одной трубы? Да, ребят, иногда, когда она стоит на холостых, с левой трубы идет больше выхлопа, чем с правой. Я тебя сейчас по шуму, блядь, так по шуму, блядь? Из-за чего это? Левая часть, она как стоковая, идет прямой такой выхлоп, а правая часть, у нее заветвление идет вот такое. И, ну, само собой, что по прямой выхлоп лучше проходит. Ну, я думаю, вы понимаете, про что я говорю. И многие даже писали, Денчик, ты просто так, типа, декоративную поставил заглушку, типа, как выхлоп. Она не работает. Все работает, ребят. Как отсюда идет выхлоп, так и отсюда. Но иногда с левой стороны больше на холостом. Сейчас прогрелся, сейчас даже кажется, что справа уже больше. Идет он и отсюда, и отсюда. Где живешь постоянно? У меня нет постоянного жилища, я путешествую из города в город. Это можно выразить, короче. Бродяга. Ребят, честно, не знаю, как такая машина может не нравиться. Мне вот лично очень зашла машина. Какая была машина, вспомните, в начале проекта. И какая она сейчас выглядит. Это небо и земля. Я на нее смотрю, у меня улыбка на лице. Конечно, не без хейтеров на канале. И многим то не нравится, все не нравится. Но, ребят, вживую это реально просто отлично выглядит машина. По-моему, самая четенькая Вада Гранта, как по мне, которую я когда-то видел вживую. Чинить нашего Абрабуса я уже записался на завтра, чтобы был электрик. Ну, даже не электрик, а чтобы был компьютер, чтобы подсоединить. Смотрите, фары, как у меня практически. Ну, а сейчас, ребят, честно, кайфую. Когда я говорю, что у меня сейчас расход повышен в 15-16 литров, я немножечко приврал. Я понимаю, что у меня сейчас уже практически Брабус-машина, типа Гелендваген. Но все-таки 30 литров, это многовато, мне кажется. Расход, как вы думаете, ребят? Я этому жизнь не готовила к этому, чтобы на Ладе Гранте 30 литров был расход. Взял уже все запчасти, какие мне пришли, с магазина RS Motor. Ну и сейчас все будем делать и менять. Сейчас проверяю печку на Гранте. Вы сами понимаете, уже зима. Сегодня у нас минус 18 градусов. И, пожалуй, это самая жаркая печка, которая была у меня раньше на Жигах. Просто Ташкент. Я вот сейчас вот руку держу. Просто обжигает горячий воздух. Ну, самое-самое жаркое. У меня ни на одной машине так горячим воздухом не дуло. Нашел я, из-за чего у меня концевик один. Постоянно дверь горит. Вот эта резинка, не знаю, она так и должна, не должна. Сам концевик, вот он. Вот это вот лишнее барахло, пипка просто. Из-за этого он не доходит. Не знаю, сейчас что придумаем. Может быть, просто резинку эту обрезать. Ну, либо проще концевик, наверное, вот это заменить. Ну, реально говно. Хотя я их уже менял. Что касаемо диагностики. Ну, много ошибок. Датчик распредвала, все правильно. Не зря я его купил, распредвала. Плюс вот этот, получается, кислородный, как он там правильно называется. Ну, короче, все надо менять. Ну, и свечи тоже в комплексе поменяем. Ну, короче, надеюсь, будет все хорошо. Куда не лезем, все шляпа шляпная. Но когда я покупал машину, я уже знал, что свечи так себе. Выработка большая. Тем более, вот этот дешманский. И они не подходят. Они, оказывается, на восьмиклапанную машину. У меня в гараже валялись, валялись. И будут еще пять лет валяться, потому что не подходят. Покупаю новые. На этой станции должны быть в продаже свечи. Купим Денса, уже хорошие. Ну, короче, как вы поняли, засранный уже датчик. Вот так вот он выглядит. Пойдемте на свет, я вам покажу. Вот такая технология странная. Пружинки, хуинки. Технология ниппель. Ой, сори, пацаны. Не тот трек включил. Приобрел вот такие вот свечки Денса. Уже получше, чем у меня стояли. Минус 720 рублей. Вот брал как образец. Но у меня, наверное, еще заводские стояли. Но Денса, как-никак, какие-то еще улучшенные серии. ТТ, говорят, просто будет рвать и метать. В небо, в небо, в небо. Не простое полчаса, да? Гипс отлакировал. И часа. Все, встать обратно, продул хватит. По нему визуально же ничего не посмотришь, да? Ну, визуально что посмотришь. Он может на холодном не работал, ну, либо на горячем. Ну, 30-40 ковыряние и вытащили. А что, кстати, по ГРМ в воде, я так смотрю, визуально. Визуально нормально. Не трещин, ничего, да, нету еще? А, ходит еще. Надеюсь, это бывает. Грямостью и нету. Ну, вот, вроде бы и все собрали. Что хотелось, что запланировали. Свечи поменяли. Все датчики заменили. Сейчас повторный запуск уже с компьютером. Будем смотреть, какие показания. Надеюсь, человек больше не загорится. И все будет огонь. Ну, и потом поедем в город, прокатимся. Посмотрим, какой будет расход топлива. Надеюсь, он снизится. Ну, и динамика, я думаю, останется, по крайней мере, хотя бы прежней. Потому что машина едет вроде неплохо. Все сделали. Выехал на машине. Подсоединили сканер. Что мне посоветовали? Мы же прошили машину под евро-ноль. У меня кислородного датчика сейчас нету. Как сказал мастер, говорит Денчик. Поставь все-таки прошивку евро-два, чтобы с одним кислородником. И будет намного лучше. И расход меньше будет. Ну, сейчас все заменили. Все работает в штатном режиме. Все хорошо. Но когда я сейчас поеду, возможно, что чек опять вылезет. Потому что, ну, комп и показания, короче, разные. Под евро-ноль это автоматически выставлено. И он может ошибку какую-нибудь словить. И сразу выскакивает чек. Как он мне сказал, говорит, ставь евро-два, чтобы один кислородник был все-таки. А у меня он закручен. Уже только надо удлинитель бросить и прошивку поменять. Скорее всего, в скором времени я это и сделаю. Ну, а так все. Машина в штатном режиме работает. На данный момент чека нету. Но как я поеду куда-нибудь, он по-любому загорится. Так же, как и пишет, видите, типа, Денчик, заправь меня, заправь меня. Так что едем на заправочку. Едем в гараж. Сейчас значки задние отламываем. И на этом, сука, наша серия закончится. Потому что бесит меня. Я уже сколько раз зарекался. Я не буду прошивать тачки. Потому что нереально мне не везет с этими прошивками. Я уже задолбался. Не буду я колхозить и все же колхожу. Потому что прошивку, хоть как ее надо делать. Потому что выхлоп поменял. Кислородник один отключил. Их два стока в их стоке было. И в любом случае чек горит. Чтоб чек не горел, надо прошиваться. Сейчас, блядь, прошились опять чек горит. Короче, замкнутый тазоводский круг. Десечку жмем. Ну, что и следовало ожидать. Чек загорелся. Уже позвонил Илюхе, кто мне это все прошивал. Говорю, Люх, давай Евро-2 сделаем. Сейчас заеду в магазин, куплю удлинитель на кислородный датчик. Это проводок. И отошьемся машину на Евро-2. Это тоже нормально. Это не Евро-4, как она с завода задушена. Ну вот, пожалуй, финальная часть данной серии. Это не зарезаться, не пререзать никого. А снять задние хромированные значки. И ничего более подходящего не нашел, чем нож. Да, пацаны, вы, конечно, опять напишите кучу комментариев. Абрам, так нельзя делать. Готово. По мне так намного лучше, без лишних надписей. Оставляйте комментарии, как вам больше нравится. Сейчас, ладно, чипонг-чипонг и готово. Задний значок тоже снял. Не знаю, он и оригинальный, не оригинальный. Есть отверстия специальные какие-то тут в крышке багажника. Но она как-то заделана с той стороны, не знаю чем. Но и здесь нет таких пимпочек под эти отверстия. Может быть, значок уже не оригинальный. Фиг его знает. Вот она стала у нас рубрика экспериментов. Давно уже хотел попробовать. Покупал я вот такое вот железо, хлорированное, безводное. Химикаты здесь, не знаю, вредные, они не вредные. Да, мне кажется, этого хватит уже. Ёлки, аккуратно, аккуратно, Денчик. О! Ох, нифигасе, смотрите, что получается. Офигеть. Фу, бля, воняет, капец. Фу, вонища вообще невыносимая. Погрузили значок. О, зашипел, зашипел. Смотрите, ребята, он погружается. Смотрим, что получилось. Вот и Ленкина пинцеты понадобились от кальяна. Но есть подозрение, что ничего не получается. Не знаю, как там снимают этот хром. И мы видим, что у нас произошло. Ни-ху-я! Сейчас начал мыть под раковиной. Оказывается, все-таки работает эта система. Смотрите, не знаю, как вам на камере будет отдаваться, но вся вот эта, которая блестела, все, что глянцевая такая поверхность, она, смотрите, уже отошла. Если она полежит часа четыре в этой фигне, мне кажется, хром полностью слезет. Видите, смотрите, вот он уже какой стал. Уже такая матовая поверхность. Она уже, ну, не скользкая такая. Прямо поверх нее, мне кажется, будет нормально, если покрасить. Конечно, было бы хорошо, если часа четыре она здесь полежала. Но вы сами знаете, Денчик лукожоп. И у меня нету просто времени четырех часов ждать, пока она полежит. Тем временем опустим немножко дворники. Вы мне часто в комментарии пишите, Денчик, Денчик, зачем ты их так задрал? Ну, не знаю, вроде бы они не сильно и подняты, ну, ладно. Но когда я закреплял, он у меня вот до сюда доходил, и казалось, что он высоко поднят. Но зато он, видите, больше чистил пространство, оболостикла. Сейчас я вниз опустил, почему я в прошлый раз вниз не поставил. Он вот до сюда доходит. Ну, когда сидишь, я хер его знает. Конечно, хотелось бы, чтобы все стекло чистило. Но ничего страшного, наверное, Денчик увидит, куда ехать. Как по мне, так намного лучше стало. Нету дебильных, никаких лишних надписей. Чистенько, аккуратненько, по-пацански. Смотрите и оставляйте комментарии. Друзья, на этом наш выпуск подходит к завершению. Хотел бы еще с вами поговорить по поводу второго проекта. Мне часто спрашиваете, Денчи, когда иномарку купишь. Видите, ребята, вопрос в чем? Вопрос, конечно же, в бюджете. Есть вариант, что Влада Гранта у нас все-таки не на всю жизнь и рано или поздно она продастся. Скорее всего, даже не поздно, а рано. Потому что по моим прогнозам, по моим планам осталось примерно 3-4 серии. Возможно, 5 и проект будет завершен. Потому что есть какие-то идеи и их надо реализовать. Прежде всего, это, конечно, связано с салоном автомобиля. Потому что, я напомню, внешка у нас уже практически готова. Есть вариант продать Гранту, добавить все средства, взять какую-нибудь интересную машину, свеженькую, уже мощную. Ну, чтобы уже Денчик радовался. И взять какой-нибудь дрифт-проект, возможно, тоже иномарку. Либо поспешить, не продавая Гранту, какие сейчас есть средства. А средства, они уже меньше, чем я продал Марк 2. Продал 650, их уже этих денег нет. То туда, то сюда. И какая-то сумма осталась. И взять какой-нибудь бюджетный вариант, возможно, какую-нибудь там BMW E39, допустим. Ну, не знаю, насколько это интересно будет. Так что, прежде всего, мне интересно ваше мнение. Продавать Гранту, взять уже какой-нибудь масштабный проект, более крутой проект. Ну, более дорогую машину. И с ней пытаться что-то делать. Либо не дожидаться продажи Гранты, а купить еще одну машину иномарочку. Ну, бюджет где-нибудь там 300-400 тысяч рублей. Так что, оставляйте комментарии, предлагайте машину, если у вас есть какие-то интересные идеи. Что вы хотите видеть на канале. В любом случае, все идеи пишите в комментарии. Я буду читать, буду анализировать. И вместе с вами, вместе с вами, мы будем принимать уже решение. Так что, ребят, спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Следующие серии, как вы поняли, будут уже про салон. Так что ждать уже осталось недолго. И выпуски будут проходить быстро. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментарии оставляйте. Ну, короче, пишите все, что думаете. С вами был, как всегда, Абрамчик. Зеленый стул на фоне. Так что, всем большое спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok